Песенный конкурс это праздник как для самих исполнителей, так и для всех любителей музыки. Московский международный фестиваль армейской песни «Виват Победа», в котором участвовали и представители белорусской армии, стал не только очередным свидетельством богатых песенных традиций славянских народов, но и ярким подарком к великому празднику Победы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И верит в свою победу. Четыре фестивальных дня в России прожиты в сильнейшем эмоциональном напряжении. Чувство самое реальное, и лишь дилетант может назвать самодеятельную песню непрофессиональной, хотя на музыкальной сцене профессионалы иного рода, военного. Это люди творческие как в профессии, так и в песенном плане. И вы имели возможность слышать, особенно авторов-исполнителей, которые пишут великолепные тексты, просто потрясающие. И это говорит о том, что это им близко, дорого, и это совсем не хобби, а это наверняка помогает и в тяжелой воинской службе. Фестиваль – своеобразная творческая лаборатория. Здесь можно обменяться мнениями, посоветоваться и с коллегами, и даже с членами жюри. Белоруссия всегда привозит делегации, и действительно на таком уровне, что всегда знаешь, что белорусы будут конкурировать на самом высоком уровне. То есть обязательно они будут в какой-то такой элитной группе, я бы так сказал, исполнителей, на которых можно посмотреть, можно показать людям, другим участникам, и научиться на примере Белоруссии и белорусов, как относиться к своему делу. Как белорусы относятся к своему делу, становится ясно по окончании третьего дня фестиваля. Итоги очень просты. Мы победили. Несмотря на то, что гран-при взяла армянская делегация, но все-таки наши исполнители все стали лауреатами. И такого количества лауреатских званий не получила ни одна страна, участвовавшая в этом фестивале. Никого не оставляет равнодушная песня Ольги Алексиной о тех, кто не вернулся с той страшной войны. С детями земляные с тобой Нам служат знамя Победить с вами Заслуженная награда – вторая премия фестиваля. Лауреатом становится и наш коллега по телекомпании Николай Анисимов. Его песня о вертолете-трудяге Ми-8 широко известна в Белоруссии и России. Все равно летать за ходом, Пусть по войнам меня носит я и в осень. В честь сказать исполнителей из Белоруссии, из года в год, они всегда нас приятно поражают высокой профессиональной точностью. Но помимо того, что всегда это музыкально, лирично, тепло, сердечно, глубоко по природе чувств. Да что говорить, иными словами, призовые места, первое, второе, третье и плюс спецпризы – это всегда исполнители высокой профессиональной готовности. В шестой год я здесь, все шесть лет, белорусские ребята выступают, могу смело это сказать, вне всякой конкуренции, на самом высоком уровне. Высокий уровень – это и первые места среди исполнителей песен профессиональных авторов. В этой номинации наибольшее число участников и конкуренция самая жестокая. Специальный диплом в итоге у Глеба Жабко из Минска. Хрупкая девушка с гвардейским знаком на армейском кителе покоряет жюри своим голосом и мастерством исполнения. Долгожданная победа Натальи Квашниной. Похоже, она и сама не верит в случившееся. Эта победа для меня далась не очень просто. С учетом того, что я участвовала в том году, я заняла второе место, у меня была вторая премия. Поэтому эта первая премия для меня безумно долгожданная. Ансамбль «Виа спецназ» внутренних войск МВД Беларуси берет третий приз. В итоге ни одна конкурсная номинация не остается без белорусских лауреатов. Армейский фестиваль «Виват Победа» – один из самых престижных в России. Его рамки постоянно расширяются. В этом году в нем участвовали почти две сотни исполнителей. Кроме российских музыкантов, привезли свои песни военные из Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Украины. У фестиваля военно-патриотической песни свое лицо, стиль и традиции. Среди них традиция белорусских побед. Эта традиция заложена полковником Анатолия Мантоненко, который когда-то начал фестивальное движение. И приход сюда, в Зеленоград, в лучших коллективах самодеятельных Республики Беларусь, она развивается. Она не угасла, а наоборот, она выходит на очень хороший, новый, качественный уровень. Наша звезда, которая проводится у нас в Республике Беларусь в вооруженных силах, она по своему уровню, наверное, уже даже превзошла международный фестиваль «Виват Победа». Начиная от организации проведения его, оформления сцены и заканчивая, конечно, самым главным, что на конкурсах, на фестивалях – это исполнителями. Поэтому любой наш участник финала, нашей звезды, он достойно представил здесь нашу Республику. Кстати, белорусский фестиваль на год старше московского. И он уже не за горами. А значит, совсем скоро мы увидим на сцене новых звезд. Звезд с погонами на плечах.